Всем привет! Давайте сегодня разберемся, как работают маски в связке Cinema 4D плюс Redshift. Для начала нужно сказать, что существует два способа маскирования. Это маскирование объектов и маскирование материалов. Мы начнем с первого. Допустим, у нас есть группа объектов, и нам нужно замаскировать один из них, или несколько, или группу объектов. Допустим, мы хотим замаскировать этот кубик. Вот он у нас в иерархии объектов. Правый клик. Рендер текст. RS Object. Здесь выбираем Object ID. Overwrite. И присваиваем ему номер. Это может быть любое значение, главное, чтобы не ноль. Например, 1. Следующее, что нам нужно сделать, это зайти в настройки. Redshift. AOF. AOF Manager. Это наши пассы. Здесь находим Puzzle Mate. Перетаскиваем сюда. Нажимаем на него. И здесь мы видим, есть вкладка Mod. Здесь у нас Material ID и Object ID. Сейчас выбираем Object ID. Далее во всех трех значениях вводим одно и то же. Это 1, 1, 1. Мы вводим одинаковые значения, потому что при сложении красного, зеленого и синего каналов получится белая маска. А с белой маска работать, как правило, удобнее. Теперь можно закрывать. И давайте посмотрим, что у нас получается на рендере. Redshift. Render View. Итак, мы сделали тестовый рендер в режиме Bucket Render. И если мы откроем здесь нашу маску, мы увидим маску на наш кубик. Теперь давайте представим ситуацию, что нужно сделать несколько масок на разные объекты. Для этого мы делаем все точно так же, но с другим Object ID. К примеру, мы хотим на эту сферу сделать маску. Можно просто скопировать этот тег. Здесь ввести значение, например, 2. И, к примеру, на этот объект. На платоник. Тоже копируем. И это будет Object ID 3. Снова заходим в настройки. Out of Manager. Выбираем Puzzle Mate. Можно либо его отсюда перетащить, либо, выбрав здесь, нажать Ctrl-C, Ctrl-V. Два раза. И теперь здесь назначаем новые номера. Это 2, 2, 2. И 3, 3, 3. Давайте проверим. Рендер прошел. И теперь, если мы будем переключаться между масками. Это маска 1, маска 2 и маска 3. Все работает точно так же, если, к примеру, нам нужно сделать маску на группу объектов. Допустим, у нас несколько объектов. Они все объединены в одну группу. И на эту группу мы добавляем маску. Далее присваиваем новое значение, например, 4. Снова заходим в настройки. Out of Manager. Копируем еще один Puzzle Mate. И здесь вводим 4, 4, 4. Давайте проверим. Так, рендер заканчивается. И вот она наша маска. Первая, вторая, третья и четвертая. Куда входят все наши объекты. Теперь давайте перейдем ко второму способу. Это маскирование по материалам. Допустим, у нас есть такая модель, на которой назначено несколько материалов. У меня это три материала. И, к примеру, мне нужно сделать маску на окно. Именно на стекло. Для этого открываем Material Manager. Наш материал стекла. Здесь находим ноду Output. И здесь мы видим Material ID. Принцип точно такой же. Можем здесь назначить 1. Заходим в настройки. Out Manager. Находим Puzzle Mate. Здесь мод выбираем Material ID. И вводим точно так же 1.1.1. Теперь проверяем, что у нас получается на рендере. Обязательно должен быть Bucket Rendering. И смотрим. Маска только на материале. Как вы можете видеть, у нас нет никаких тегов на самой модели. Все настраивается только внутри материала. И здесь точно так же. Если нам нужны дополнительные маски, мы можем открыть, например, второй материал. Присвоить ему значение 2. Material ID. Зайти в настройки. Скопировать. И присвоить значение 2.2.2. И теперь, если мы откроем вторую маску, мы видим, что она отрабатывается именно по второму материалу. Первый материал, второй. Также стоит отметить, что если мы откроем сейчас OutManager, и у нас будет, например, одна маска с Material ID 1.1.1. А вторая маска с Object ID 1.1.1.1. Это будут две разные маски, и они не будут пересекаться. То есть Object ID работают с одними номерами, Material ID с другими. Также стоит сказать, что выбор маскирования по объекту или по материалу зависит от задачи. К примеру, если у нас есть большое количество объектов с разными материалами и назначать на каждый объект рендер тег для Object Mask будет достаточно долго и неудобно. Поэтому в этой ситуации, опять же, будет удобнее открыть материал, открыть ноду Output, назначить какой-то номер, например, единичку. Затем зайти в настройки, OutManager, добавить PuzzleMate, присвоить значение 1.1.1. Или какое вы выбрали для данного материала. И использовать маску. И теперь, если мы отрендерим нашу картинку, то увидим нашу маску только на синих сферах. Давайте это проверим. Итак, все работает отлично. И теперь последнее, что стоит сказать. Как нам правильно сохранять маску. Какие должны быть настройки. Давайте рассмотрим на примере этой сцены. А лучше на примере 1.2.1. Так как здесь несколько разных масок. Заходим в настройки рендера. Save. Это должен быть обязательно Multipath Image. OpenSR. 32 или 16 бит. В зависимости от вашего проекта. Я рекомендую multi-layer файл. И назначаем, куда его нужно сохранить. В моем случае это будет рабочий стол. Теперь можно закрыть. И нажимаем Render to Picture View. В этом же окне мы можем посмотреть. На наши маски. Проверить. Все отлично. Давайте загрузим этот файл в After Effects. И теперь, если мы применим эффект Extractor. То мы сможем выбирать наши маски. Продолжение следует. Отлично. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует...